Всем привет! Меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Сегодня мы поговорим на тему, которая напрямую не относится к миру BPM, но тесно с ней связана роботизация бизнес-процессов при помощи технологии RPA. Тема очень хайповая, но многие до сих пор не могут разобраться, что к чему. Поэтому сегодняшний выпуск – это своего рода ликбез к теме роботизации бизнес-процессов. Несмотря на свое название – RPA, то есть Robotic Process Automation, технология не позволяет полноценно управлять процессами и служить заменой BPM. Однако технология полезна для выполнения задач определенного профиля и очень полезна в связке с BPM. Кстати, этому посвящен следующий выпуск Naked BPM. Многие, услышав про роботизацию, представляют себе такие мощные машины на гусеницах с лампочками и стали, которые героически трудятся, пока рядом человек отдыхает. Конечно, технология RPA про других роботов, не про тех, что из стали, но, тем не менее, про очень полезных роботов. Вообще, что такое робот и чем он отличается от других механизмов? Вряд ли у вас возникает мысль назвать роботом электродрель. Но вот механизм, который работает на конвейере и при помощи специальных рук-манипуляторов делает в изделиях отверстие – вполне такой себе робот. В чем же разница между ними? В общем случае, робот, выполняя свою работу, выступает в качестве такого механического человека и делает эту работу автономно. То есть он не является инструментом, как, например, электродрель. Грань тут тонкая, но почему вот эти механизмы ассоциируются у вас с роботами, а вот эти – нет? Все дело в том, что роботы напоминают вам нас с вами, то есть людей, и они могут выполнять работу за нас. В 20 веке человечество создало столь мощные машины, что впервые они были способны выполнять не только физическую работу. Они были способны думать за человека, то есть считать, запоминать, умножать и так далее. Но вот в чем парадокс. Умные машины, которые способны думать как человек, создали новые рабочие места. И теперь человек, который работает как машина, должен обслуживать эти умные системы. Я говорю о труде огромного количества офисных сотрудников, чей каждодневный неблагодарный труд заключается в том, чтобы переносить данные из системы в систему, проверять таблицы Excel на наличие ошибок, а также заполнять всевозможные экранные формы. И за дня в день. Технология RPA предназначена для того, чтобы вернуть механический труд механизмам, то есть компьютеру. А именно автоматизировать работу офисных сотрудников и сделать это при помощи программных роботов. Программный робот – это не машина из стали, микросхем и лампочек. Это всего лишь программа, которая методично выполняет работу офисного сотрудника. Например, переносит данные договора из системы документа оборота в 1С поле за поле и использует для этого клавиатуру и мышь. Вот так это может выглядеть. Вот, например, система Elma RPA заполняет форму в 1С. Очень похоже на то, как это делает бухгалтер. Поле за полем. Но бот Elma RPA делает это очень механически, рывками, намного быстрее человека и без ошибок. И, собственно, без человека. Человек тем временем делает что-то полезное или просто пьет чай. Тоже неплохо. Какие же задачи может автоматизировать RPA? Ну, во-первых, это перенос данных из системы в систему. Во-вторых, проверка данных на корректность. В-третьих, это формирование всевозможных отчетов, заполнение экранных форм и так далее. На самом деле, любая работа, которую человек выполняет монотонно, просто следуя некоторому механическому алгоритму, совершенно не думая о том, как он делает эту работу, отличный кандидат на роботизацию. В чем прелесть технологии RPA? Ну, во-первых, робот просто работает быстрее человека. Во-вторых, он делает это круглосуточно. А еще он не ходит в отпуск и не увольняется. В-третьих, робот просто меньше ошибается. И, конечно, у него нет ошибок в следствии человеческого фактора. В-четвертых, и, наверное, самое важное, роботизация спасает человечество от монотонных и скучных задач. Вообще, это не преувеличение. Никто не любит чувствовать себя винтиком и делать скучную монотонную задачу. Тем временем, лучше посвятить себя чему-то более полезному. А рутину оставить роботом, потому что это немного недостойно рода человеческого. Окей, в прелестях технологии разобрались. Но какие преимущества и какие новые горизонты для бизнеса она открывает? Из очевидного. Роботы позволяют снизить затраты на выполнение монотонной работы. Роботы позволяют снизить количество ошибок, а также увеличить скорость и повысить качество исполнения бизнес-процессов. Робот позволяет снизить риски организации. Он не обманет, не утаит, не украдет. Все его действия сохраняются в логе. Роботизация позволяет обеспечить свободу масштабирования бизнеса. Если завтра нам нужно увеличить мощность бизнес-процесса в три раза, то на роботизированных задачах мы просто прибавим мощность. Не придется кратно увеличивать размер персонала и искать людей на рынке. Аналогично в периоды спада активности. Нам не потребуется увольнять людей, мы просто приберем мощность роботизации. Наконец, самое главное. Люди, наконец-то, смогут заняться более интересными и творческими задачами. Вместо постоянного прикладывания данных из формы в форму, они найдут для себя более интересное и полезное применение. Вообще, множество исследований говорит о том, что освободившиеся от подобной монотонной работы люди приносят пользу бизнеса. Обязательно. Никто не любит чувствовать себя винтиком в механизме. А тут меня обычно спрашивают, и что? Что нового в технологии, в которой придумали использовать компьютер вместо человека? Действительно, компьютер для этого и был создан. Первое и самое главное отличие технологии RPA в том, что робот работает при помощи клавиатуры и мыши, подобно человеку. Он не использует API, не использует никакие низкоуровневые интерфейсы, которыми обычно пользуются классические средства автоматизации. Только клавиатура и мышь, подобно человеку. И это открывает новые горизонты. Например, я могу автоматизировать задачи, которые по-другому автоматизировать просто нельзя. Такие, как интеграция Legacy-систем. А вообще, старинные Legacy-системы, системы документа оборота, BPM-системы, 1S, SAP и другие ERP-системы, да все что угодно. Программному роботу все равно где работать. Все, что может выполнять офисный сотрудник, следуя некоторому линейному алгоритму, может выполнять программный робот. И для этого не требуется изменения в перечисленных системах, ровно и как внесение каких-либо серьезных изменений в IT-ландшафт компании. Второе. Настройка RPA, как правило, очень проста. Вот пример настройки робота в ELMA RPA. То есть я не пишу код, я записываю действия и параметризую их. А затем робот уже повторяет их за мной с теми данными, что он получает в качестве параметра. Да, RPA это не серебряная пуля, и он не решит всех задач бизнеса. И уж точно он не подходит для полноценной автоматизации бизнес-процессов компании. Однако, это полезный инструмент, который отлично справляется с задачей автоматизации цепочек простых монотонных задач. Да что уж там, это идеальный инструмент для этих целей. А простой задача нужен простой инструмент. Именно эту фразу, как слоган, я выбрал для нашего продукта ELMA RPA. Познакомиться с продуктом поближе и узнать его технические особенности можно по ссылке, приведенной в описании. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!